В частности, кодекс были внесены поправки в части декриминализации врачебных ошибок. При принятии документа депута Сената парламента внесли изменения и дополнения в проект кодекса здоровья народа и системе здравоохранения. Данные изменения и дополнения не меняют концепцию проекта кодекса, одобренного Мажелисом. Комитет по социально-культурному развитию предлагает согласиться с изменениями и дополнениями, внесенными Сенатом парламента и РК в данный проект кодекса, поясняла депутат Мажелиса Зауреша Манжолова. Касательно законопроекта о внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акторы из публики Казахстан по вопросам здравоохранения она отметила, что депутатами Сената внесены изменения и дополнения в этот проект закона. Так, некоторые категории правонарушений переведены из Уголовного кодекса в Кодекс об административных правонарушениях. Данные изменения и дополнения не меняют концепцию законопроекта, одобренного Мажелисом. Комитет по социально-культурному развитию, рассмотрев изменения и дополнения, внесенные в данный законопроект, предлагает с ними согласиться, подчеркнула Манжолова. В частности, в Кодекс были внесены поправки, обусловленные исполнением поручения президента Кассим Жамарта Такаева в части декриминализации врачебных ошибок. Так, предлагается оставить в Уголовном кодексе нарушение медицинским работникам порядка проведения клинических исследований и применения новых методов и средств профилактики, диагностики, лечения и медицинской реабилитации только при условии, если оно повлекло тяжкие последствия, либо совершенно должностным лицом. Также одновременно предлагается перенести в Административный кодекс такие же деяния, если они не повлекли тяжких последствий и несовершенны должностным лицом. Помимо этого, включена норма, которая устанавливает, что для возбуждения уголовного дела по врачебным правонарушениям к заявлению необходимо будет приложить соответствующие акты проверок и ревизии, проведенные уполномоченным госорганом. Сейчас такого правила нет, поэтому при любом заявлении на действия врачей сразу возбуждается уголовное дело, что обязательно влечет за собой проведение различных экспертиз, допросов подозреваемых и опросов свидетелей, изъятия материалов и другие следственные мероприятия. Ранее отмечалось, это не только перегружает следственный аппарат, но и парализует работу врачей и создает вокруг них атмосферу подозрительности и недоверия. При этом, из всех дел, возбужденных только на основании одного заявления, до суда доходит лишь очень небольшая часть. Наряду с этим, Сенат внес поправки в части отказа родителей от обязательных прививок. Предусмотрено уточнение, что граждане Республики Казахстан праве дать информированное согласие или отказ на лечение и проведение других медицинских вмешательств, в том числе профилактических прививок. Также президент подписал закон о внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам здравоохранения.